здравствуйте друзья цветет мимоза вдоль калифорнийских хайвеев я сожалею что не могу так крутить камерой как вот я кручу головой и тут и слева и справа вот если увидите это мимоза цветет желтенькая да сегодня 31 января у нас как бы 8 марта но не суть значит светлана хотела ответить на пару вопросов которые были о строительстве нашим что там свет тут из вопросов ну там были вопросы по вопросу отопления этой пристройки после долгих вообще мучений попыток поставить радиаторные батареи то есть мы хотели именно поставить обычные батареи как вот советские сводится водяной этой да 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 поскольку здесь специалистов таких нету никто даже не знает что это такое батареи среди вот тех людей которые занимаются водопроводом а будешь там какой-то ирландец был который говорил что он может дал такую квоту что даже такой цены дал что смысла нет вот а нашелся один мужчина из россии который знает что такое батареи который мне внятно объяснил почему их делать не надо ну-ка давай почему делать не надо значит у нас здесь вообще-то практикует иногда не часто это называется и рейдин флор хитинг значит имеется ввиду что специальные такой бетонные подушки под полом прокладываются пластмассовые трубочки по ним течет горячая вода на подогревается бетон вот этот вот этот бетон соответственно подогревает пол и вот есть вот такой вот обогрев у меня против этого были возражения потому что как бы случись чего с этими трубочками вода польется там соответственно в подпол там и так далее единственным способом туда залезть это будет поднимать весь раздолбать бетон не сдавать бетон нет поднять весь пол который на нем сверху дальше же трубочки будут вот поэтому мне как бы мысль такая что принципу поднимать не она не нравился батареи все-таки они вроде бы как сверху с ними проще случае чего как-то к ним доступ ближе вот но вот этот вот мужчина мне объяснил что это не целесообразно ставить батареи поскольку для того чтобы ставить например там на какую-то комнату батареи к нему нужно значит бойлер который кипятилет более до котел котел который одерживает достаточно высокую температуру и сами эти батареи для того чтобы нагреть помещение нужно будет таки очень горячий и этот бойлер должен быть совершенно отдельным агрегатом и в наших ценовых измерениях этот бойлер стоит там порядка трех четырех тысяч долларов такого размера чтобы плюс электроэнергии для его отопления на газу на газу наверно у меня конечно была мысль такая чтобы использовать вот тоже здесь так часто говорят что используя двойного назначения это уже у нас называется не бойлер а просто water heater который подогревает воду для употребления у нас естественно уже один есть в доме при стройке мы ставим другой который вообще называется тенгласс то есть в нем не стоит горячая вода он без этого резервуара а он напоминает вообще по устройству советские газовые колонки только наверно более эффективный так вот использовать вот такой вот тенгласс water heater для того чтобы подогревать то что будет обогревать потом дом и он сказал что если использовать вот этот отопление в полу в этих трубочках то там не требуется такой большой уровень температур и в этом случае можно использовать действительно обыкновенный water heater который обеспечивает обыкновенную температуру то есть иметь отвод от обычного домашнего да это будет отдельно закрытая система но тем не менее подогреваться она будет тем же самым water heater что гораздо более экономично получается мы согласились то есть это были первые разумные доводы которые я услышала вот в противовес батареи почему нужно делать я знаю ты со многими беседу не очень со многими села но просто как-то полное непонимание никто сразу не объяснил но вот этот человек у меня внятно объяснил с этим я поняла что да действительно так получается разумнее экономичнее и так далее поэтому у нас будет стоять вот на эту новую пристройку у нас будет стоять отдельно вот этот этот самый газовый подогреватель воды но там еще есть еще один тригг получается такая история что даже если он очень близко будет находиться к тем краном по которому у нас течет вода то все равно поскольку это газовая колонка поскольку это газная колонка то все равно время то ли ты смысл в ванной комнате когда включаешь воду включается от этого газовая колонка начинает подливать воду но все равно она должна нагреть какое-то количество воды пока она подойдет кран так вот чтобы вот этого перерыва не было в поступлении горячей воды уже нас и сами умывальники это на умывальнике и в душе будет наверно общего устройства что там все близко ставится еще небольшой электрический подогреватель воды которые все время держит определенную температуру это это другой совершенно история маленький такой он очень недорогой потому что он маленький держит небольшой объем воды надежды все время теплой и он питается от электричества а не от газа и получается так что ты включаешь кран и начинает идти вода который подогревается этим небольшим обогревательным устройством из маленького из маленького да который стоит буквально под каунтером а вот когда уже она прошла да за это время включился газовый хитр и дальше бесперебойно уже течет горячая вода в том количестве вот это у нас такие планы и технические а вот ты мне объясни если у нас думе и так уже хитр есть зачем нам на этот мастер бедром еще один хитр это вопрос чисто технически и связан он с перепадами наши вот этой на уровне земли дело в том что те кто строили наш дом изначально в силу каких побуждений непонятных они почему-то опустили часть дома на две ступеньки вниз это в гараже заметно нет и не в гараже нет в гараже это как раз поднят этот этаж а дальше он идет вниз и в общем там получается что если под полом все это вести то там не получается правильный наклон этой воды в общем что там такое сложно может быть еще окажется да когда все это вырыт и по мере и так далее когда дойдет до дела может быть окажется что и не надо потому что у нас довольно большой этот вот и хитр и действительно может быть то есть по мощности его бы хватило да да его по мощности бы хватило никаких проблем нету но тут вопрос такой значит сейчас у нас в гараже стоит устройство которое делать воду мягкой за завод и софтами тогда и у нас здесь очень жесткая вода если его не будет то все эти трубочки все эти агрегаты все эти устройства не забьются солью довольно таки быстро нас очень вода в этом смысле очень много соли поэтому водяное снабжение будет идти новую пристройку уже после этого вот и софтами от него будет идти труба если брать еще и горячую воду оттуда это значит что нужно вести две трубы на все это расстояние где-то там по домам где-то там куда-то нужно вести две трубы и по расстоянию это получается очень не так близко если вести горячую воду туда до метров 20 до то есть тут вот тонкость тоже такая техническая имеет ли это смысл или лучше поставить просто еще один подогреватель который будет экономично подогревать но эти вопросы и мы оставим на усмотрение все-таки людей когда что-то в этом понимают да то есть имеют в голове что можно им задать вопрос но понимаешь все-таки они лучше понимают как это сделать и мы прям как наполеоны тут под карты склонились наши битву прорабатывают а то тут я хочу рассказать еще про одну штучку вот то что миша упомянул рисуку лэвид хат в этой соблай дело в том что в калифорнии сейчас только в новых домах стали это делать а раньше этого не делали вот на даче у нас например нету этого значит стоит один единственный нагреватель воды в гараже довольно большой объем такой здоровенный этот танк баба бочка такая огромная да на 50 галлонов я не знаю сколько это в литрах 50 галлонов 200 литров 200 литров и она поддерживает в этой бочке все время одинаковую температуру и когда ты включаешь кран то это вода из этой бочки значит она поступает и опять же пробег по дому остывает и течет вода холодная причем она же сейчас режим очень большой экономии воды потому что в калифорнии сухо очень нет воды не было зимой дождей и когда вот начинаешь открываешь кран и просто сливаешь эту воду сердце кровью обливается должен блин ну что ж такое вот это нету и так а тут просто ее выливаешь и мы уже давно еще вот тут в нашем старом доме сделали вот то что называется это такая небольшая тоненькая трубочка который замыкает цепь всех отводов ко всем умывальником и ванным всюду где вода выходит и создает такую замкнутую цепь и там стоит маленький-маленький насосик и этот насосик по этой замкнутой цепи от большого water heater все время гоняет горячую воду там небольшое количество воды но она все время горячая поэтому у нас дома когда открываешь кран течет сразу горячая вода то есть не уходит туда нужно платить немножко денег за электричество за счет того что вот этот памп поработала все время воду это гонял панк это насос да но по крайней мере это самое во-первых течет горячая вода и во-вторых не нужно сливать эту воду потому что мне кажется что когда хочешь душ принять с утра встаешь у тебя внутренний протест у меня внутренний протест я даже на даче думаю нас там нет возможности сделать вот этот рисунку этот соплей потому что нету под домом кроуспейса это нельзя бы залезть туда на стоит на бетонные подушки дом я даже думаю что может быть опять же с мамирами поговорить может быть они поставят такие маленькие электрические насосики в тех местах где вода поступает чтобы сразу шла горячая вода и не нужно было спускать к проекту вернемся ну так вот да так вот на проекте значит отопление будет с помощью вот этого вот отопление под полом да то есть полы будут теплые фактически мы именно отоплением как отоплением пользуемся не много в основном зимние месяцы возле на вот мимоза зимние месяцы когда действительно холодно эти дома спрашивали про изоляцию в домах у нас используется стекловата в специальных таких мешочках она укладывает бумажных бумажных да она укладывается как раз по ширине между стадом и обеспечивает вот теплоизоляция но это воде один фут по воде толщина как как это один между стадами сколько 16 на на 4 глубины на стенке всего 4 чем вот но дело все в том что все-таки это деревянное сооружение все-таки у нас не такие уж холода у нас самая низкая температура зимой но это если уже очень холодно бывает 0-1 по цельсию так в основном 2 плюс 4 плюс 6 7 час 10 градусов у нас на самом деле гораздо большим проблемы если сифоне то есть скажем вот не закупорено как следует да то тебе ветром например может выйдут нет дом остывает ночь если на улице холодно да старая часть дома так строили сороковые годы вообще не укладывали никакую изоляцию между стен то есть фактически дом составлял состоял из вот этих вот опорных стадов даже глубиной 4 час наружу на него набивалась наружные доски на какое-то вот непроницаемое покрытие какой-то финиш а изнутри это был шитрак и между ними был воздух то есть воздух был изоляцией и вот эта старая часть дома мы и не ремонтировали она тогда стоит пустая поэтому когда на улице холодно до дома может температура опускаться ночью до плюс 10 градусов старой части старой части дома конечно это холодно но допустим новой с изоляции это будет не плюс 10 а плюс 13 сильно она не задержит тепло если не включено отопление да но мы как правило отопление на ночь выключаем чтобы и наоборот же окна открываем чтобы свежий воздух именно в этих целях это я хотела сделать отопление в полу просто для того чтобы температура в комнате не опускалась ниже например плюс 16 градусов это достаточно чтобы иметь открытое окно и в общем вполне комфортно температуру чтобы спать ночью ну ты говоришь про самые холодные ночи какие только могут быть это может быть там несколько ночей за зиму нет это практически вот у нас сейчас я поставил электрический такой обогреватель который держит температуру плюс 16 то есть он не включает если температура выше 16 иногда ночью сам включается и тем самым стоит все таки это какой-то комфорт потому что когда комнате 10 градусов это уж совсем как-то холодно даже не вопросом теплого одеяла просто сильно холодно вот но самое главное что хочется иметь при этом холодную спальню теплую ванну и вот ванны и вот эти полы я думаю что они придутся у нас был в старом доме электрический подогрев пола но дело все в том что под кафелем этот электрический прослойка что-то с ней случилось она перестала нагревать так как она должна нагревать то есть адрес кафель снимать это да но дело то что она не совсем сломалась совсем сломалась была бы одна история но она перестала нагревать так тепло как должна была нагревать то есть я подозреваю что те электрические волоски через которые там проходит вот это нагревательные эти элементы они не разорвались совсем а как-то повредились частично ой господи вот и конечно сама мысль о том что снимать красивой ванной кафельный пол для меня она вообще чудовища только что сделано в доме вот какой вопрос у нас там подожди мы еще не закончились обогревается летом у нас другая проблема летом у нас очень жарко да вот сейчас последнее лето было очень жарко и и в комнате температура 90 градусов по фаренгит это сколько будет цель за жарко сколько в общем 90 по фаренгиту это в 30 да это жарко было и поэтому конечно нам нужны кондиционеры и мы собираемся поставить кондиционер в этой вот пристройки только в спальне случае с чего же можно было немножко охладить но сегодня эти кондиционеры это такие же вот примерно это европейского производства кондиционеры кондиционеры они называются дакласс то есть к ним не проводится специально вот эти трубы по которым идет воздух они ставятся просто либо в стенку либо в потолок выводят сразу все конденсируют на улице там в одном юнити сразу и обогревательное устройство и электрическое в смысле и кондиционер и в нем можно иметь несколько зон то есть у нас будет на две зоны вот такое вот устройство и в случае опять же эти полы тоже если например ты уезжаешь их выключил а приехал и холодно то они не нагреются за 10 минут то есть вот на это вот время пока будет нагреваться пол можно включить этот обогрев и дополнительно прогреть комнату а потом уже полы подхватить свою потому что зимой бывает что если уезжаешь и возвращаешься туда таки да холодно дом вымерзает я смотрю мы в какую-то пробочку небольшую попали вот что значит в субботу ездить вечером сейчас не просто сегодня была дивная погода светило солнце было где-то 19-20 градусов тепла и конечно народ вот травка зеленеет нас весна уже все до травка зеленеет это признак весны но это потому что дожди когда здесь нет полива здесь нет полива но еще нет такой жар и наверное в лозу году по ночам важный вот так вот это то что касается отопления и кондиционирования а вот насчет пожарных дел вот все спрашивают дом то деревянный это значит он может загореться а что у вас там балки пропитанные а что вот я тоже сомневаюсь что они пропитаны все-таки как решается вопрос пожарных дел все-таки если все дома вокруг деревянные значит они как-то обезопасен я не могу ответить на этот вопрос чем они там не это про систему вот это вот то что мы их избежали и кстати они на старом тоже их избежали сделать вот эти это спринтерную эту систему в общем то довольно дорого стоит такие брызгалки стоят на потолке они вообще снабжаются от отдельного источника воды не связанного с общем и так далее общем это довольно сложная штука и довольно таки дорогая а если уж есть натяжные потолки так это и вовсе беда потому что надо их снимать и все это ставить а потом заново ставите для них делать отверстие целое целое дело вот поэтому мы специально строим такую пристройку чтобы она по нашим городским нормам нам разрешили этого не делать возьмите делать все брызгалки на это мы сделали умышленно потому что нас тут натяжные потолки и в общем недавно сделанный ремонт и не хотел с этим связываться поэтому проще было разнести строительство на несколько этапов чем ставить эту систему пожаротушение пожаротушение то есть мы не боимся пожара или что ну ты понимаешь как что значит не боимся мы нормально себе живем или что но там в принципе застрахован если случись пожар так вот компенсация какая-то тут вопрос не в том что он не может в принципе загореться он может и бывают пожары какие-то но вопрос в том что всюду есть требования да например окна у нас это полноса цель грегос что такое слово интересно было в спальнях обязательно в спальнях есть определенное требование к окну чтобы она имела определенного размера открытия чтобы человек мог вылезти наружу в случае пожара у нас такое есть то есть ты не можешь в спальне поставить любые окна то есть ты не можешь поставить амбразуры сверху по потолку и ни одного нормального окна через который можно вылезти от на если что если что да то есть это все учитывается вот на таком а вот двери там как-то я помню была история что когда ты покупаешь наружную дверь то она должна держать сколько-то там высокую температуру даже не тот не только наружной нет а вот например дверь из гаража в дом она должна быть fireproof а что это значит это значит что это дверь и досу допустим гараже случись пожар чтобы она сколько-то времени не загоралась как спичка до сколько-то времени держала какую-то высокую температуру и не сгорала при том что дверь сама деревянная она где-то проект на металлом обида то есть там не так все просто там не просто двери это металлом уж с одной стороны может двух над специально двери перед дверь в гараж это не любая дверь нет специально двери в гараж который держите а дверь из гаража вот это со стеклом там такая простенькая боковую она такая уличная дверь она тоже набита железом у нас сейчас это очень в общем как-то нормально теперь они недорогие совсем и просто они там внутри находится этот мдф а снаружи они железные теперь если бы мы захотели установить и сейчас время какое блок для подзарядки электромобиля вот допустим гаража все сделано для этого отдельная есть специально это должна быть отдельно не должно идти на пред какой-то розетки в том машине так то есть у нас выведена отдельный отдельный circuit есть так а сам плаг вот это само вот куда этот сам плаг стоит 1200 долларов поэтому тут и черта это не просто так это целое устройство поэтому пока у тебя нет машины не забудьте даже об этом у нас есть место куда его можно включить случись его если все вдруг машины перейдут на электрический а если например у меня электрическая машина но я не хочу в гараже парковаться хочу вот на драйввэй как сейчас я бы тоже со шнуром все делается удлинитель обычный да и все то я думаю будут специально удлинители наверняка то есть тот плага который в гараже я в него втыкаю удлинитель одним концом и другим в машину даже у меня лично гораздо больше чем такие электрические машины дорогая будущие машины которые будут ездить без шофера вот это для меня гораздо больше такая сладостная альтернатива успешно спишь не спешно по крайней мере все все управление машины передается компьютер и на самом деле сейчас уже очень много машин в частности вот аудио различные машины которые на дороге контролируют позиционирование твоей машины по отношению другим вот наша машина начинает двигать если очень близко подъезжая тоже каким-то там полметра это она делает на парковке я не уверен делает ли это она например на дороге на дороге но эти кто-то полметра к тебе подъедет когда а вот аудио я знаю что они например делать не просто так что она сигналит тебе что очень близко ты подъехал она еще при этом начинает сама реагировать как-то где-то притормаживать где-то ускоряться чтобы сзади отъехать это виктор эйдус рассказывал да 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 про свою машину получается такая штука что уже сегодня где-то элементы вот такого автоматического управления машинами внедряется и для меня это лишь классно тут какие-то сегодня бензин падает этот нефть падает цене а вот это классно без водителя то есть мы не планируем электромобиль такой ты бы не хотел я вообще все равно сегодня зарядка стоит заправка сорок пятьдесят долларов о чем мы говорим а тебе на сколько хватает одной зарядки на месяц но ты мало очень ну что же хорошо свет ладно значит я думаю что мы нашу стройку обсудили вот там еще только есть момент один там человек говорит вот у вас так много разных инспекций может быть ты скажешь вот какие инспекции у нас пока две было я не знаю точно одна была инспекция по инспекции действительно очень подожди была одна инспекция по заливке бетоном фундаменту да вот по опалубке была одна по бетонной заливке 2 уже по деревянному тому чему на нее положили перед тем как начали ставить уже деревянные вот эти стадо 2 инспекции так теперь сейчас будет инспекция которая примет фактически крышу нашу да и она принимает все вот это деревянное все скобки которые ты там снимал эти кнопки с шурупами металлические до тех пор пока то есть перед тем как закрыть все это шитра когда вообще здесь инспекция бы так сказал чтобы сильно не научиться каждый этап который что-то закрывает инспектор должен проверить что все то что закрыто сделано в соответствии с кодами постой поставил сейчас там сейчас нас примут вот это но потом должна быть электрика нет или или там пойдет или на электрикараф пойдет то есть это дорогу группа электрика которые потом будет просто провода протянут да и эти провода требует естественно отдельной инспекции а потом на электрику будет уже финиш инспекции когда уже вы стоять розетки и пойдет проверить что во всех или розетках есть напряжение и так далее и так далее что они не болтают что они не то что не болтается там например розетки которые находятся в ванных комнатах или в кухнях что на них брейкеры стоят и это сам там целая кухня причем интересно вот контракторы дело в том что люди люди многие не хотят связываться с этими инспекциями если делать внутреннюю перестройку то они не идут не получают пермит а просто делают себе ремонт и все и тот же контрактор это все дело прочухивают и вместо того чтобы на кухне по кодам поставить розетки все с брейкерами да чтобы случись чего кого-то не ударил током если вода где-то попадет поставят обычные розетки то дешевле так конечно да но я говорю что вот смысл инспекции не только в том что у вас тебя там хотят деньги взять за то что ты делаешь апгрейт и так далее это в принципе предохраняет самого владельца да от нарушений какие-то стандарт это придумано не зря стандарт стандарты придуманы для того чтобы обезопасить люди думают что инспекция чтобы взятку взять стандарты придуманы для того я даже не скажу что они придуманы для того чтобы сделать лучше жителям нет оно придумано для того чтобы не случалось чрезвычайных ситуаций в глобальном масштабе то есть чтобы готов от короткого замыкания не загорелся дом чтобы что то не случилось где прольется вода вот есть очень серьезный что-то ребенок не утонул ребенок даже никто не себя не заботиться конкретно вот до тебе дал кастомираcómo в целом все делается правильно мало того иногда бывает очень глупые требования но тем не менее они стандарты и нужно следовать в чем глупости эти расскажу вот есть последнее это требование что там где находится электрическая панель там вставляется определенного нагрузки брейкеры и вот нагрузка этих предохранителей такая маленькая что когда включается электрической дрель не бог лишь что то эти предохранители сразу вылетают вот как наши строители пришли со своим хозяйством это мы уже заменили на более после того как пошла инспекции нельзя это ничего менять и это страшная главная боль потому что когда стройка идет в доме и ты пользуешься теми брейкерами которые в доме должны быть по стандартам то пользоваться невозможно не только включают и выбивают тут же поэтому эти вещи меняются как только инспекция пройдена хорошая безопасность да у нас получалось что мы чуть ли не компьютер там включали сразу вылетала все то есть такие требования были да ну вот бывает да где то там что-то не учтено но в основном конечно инспекция стоит денег инспекции стоит денег самом начале когда мы платим за пермит это за разрешение начать стройку в зависимости от того какие переделки в доме предполагаются на основе этого рассчитывается стоимость стоимость пермита да да так вот в этот пермит который получается уже включены стоимость их инспекции то есть конкретно в процессе стройки за инспекции за то что инспектор пришел и было не готово он снова пришел это не может быть потому что инспекторы вызывают тогда когда готова но врач он не принял конечно бывает ну вот если он не принял должен снова прийти да ничего не будет денег больше не хорошо я опять если он увидит что это как-то люди специально там его используют все-таки может обидеться может обидеться да но и самое главное что тут же другое инспектор представитель власти это представитель городской власти поэтому с ним залупаться и доказывать ему что он не прав что очень часто любят делать наши соотечественники это неправильно да потому что кто у вас этот и прав поэтому контракторы которые мудреные опытом они понимают что надо быть очень на если надо быть например если у нас был пример значит когда приходит инспектор он никогда не говорит точное время у него есть таймфрейм к в течение которого должен появиться обычно это 4 часа и в течение с полудня до 4 обычно с 8 до 12 до нас это 4 вот и получается так что генеральный контрактор должен быть настройки бывают хорошие такие на из инспектора например они принимают электрическую сейчас часть да им достаточно того чтобы будет электрик только вот он даст свои замечания все подпишет там все хорошо а бывают такие которые хотят только подать сюда ляпки на тяпки на самого главного если не пришел как бы не уважение а если не пришел не уважение и он говорит и он начинает придираться черное чему и не принимает ни за что ни на каких условиях и думаешь уже ой там так сложно пройти эту инспекцию назначают инспекцию следующий раз и вдруг выходит что в следующий раз сидит генеральный контрактор ждет его четыре часа он приходит и вообще про стройку не говорит говорит о том что там что сегодня показывали по телевизору как команда выиграла футбол и подписывает все просто смотрит при этом я не знаю что вот он нам зарубит все потому что он там замечание какие-то грозный был итог он увидел что ему выразили почтение все люди может быть он в тот раз с женой с утра поругался это что человек слаб да то есть ему выразил уважение четыре часа подожди его до целого времени потратил и он все принимает вообще как то есть я вот люди тебя слушают там в россии и украине там все как у нас тоже а говорят что они там закон нет но взяток он не берет взятого нет сунуть его через нет не дай бог конечно это будет очень опасно так мы все-таки есть какие-то отличия так хорошо в нашем случае вот какая у тебя прикидка вот так дружка прикидка почем инспекция 100 долларов 500 тысяч а вот что стоит рассказать там про все заплатил там порядка тысяч на себя не знаю сколько там инспекция сколько раз какая часть идет на то что они делали чертежи смотрели какая часть идет на инспекцию ну то есть на самом деле это от от суммы проекта стоимости проекта это очень незначительный процент и кто будет совсем небольшой это когда это какой-то не знаю стоит если он приходит туда например там от полчаса потратил долларов 50 точно защита 100 долларов час наверно так я не знаю я тоже не надо люди которые назначают инспекцию люди которые в офисе сидят берешь который там бенефит и зарплата почему так важно спрашивают люди почем инспекция нипочем это берется пермит все хорошо значит но пермит почем ты пришла две тысячи я говорю две тысячи значит там стоит вот на наш на нашем проекте конкретно стоит это не какие-то зубные дом строится там пермиты гораздо более дорогие потому что там эти пермиты включаются школьные фи там еще какие-то городские фи то есть почему-то на новый дом гораздо больше всяких дополнительных не относящихся к строительству расходов которые в это дело включаются опять же если ты не властен что-то изменить да то нужно просто это подключать бюджет и все да соглашаешься в любом случае деньги потрачены на месте вот и как бы там я хочу сказать школа это тоже как бы нашим сегодня душа не чужие какие-то школы ладно свет я считаю что мы так в общем-то на какие-то вопросы ответили правда дает считаешь на какие-то да все значит вот но я же я тебе возможность согласиться я же не ставлю в положение возражать вот значит значит ты согласна значит мы достигли консенсуса и на этом расстаемся с нашими зрителями